Дома на улице Набережная Свердловского поселения построены в начале прошлого века. Конечно, видали и лучшие времена. Так что расселение и переезды в новостройки местные жители ожидают с нетерпением. Такие перспективы открывают новые договоры развития застроенной территории между администрацией поселения и компанией Аркада. Проекты обсудили в рамках публичных служений. Вам желаю сегодня обсудить данный проект застройки таким образом, чтобы он стал украшением. Ну и, конечно, вам жилось в нем удобно и радостно в этих новых домах. Мы знаем, насколько сложна сейчас ситуация у нас в ЖПХ и в каком состоянии находятся дома. Те, которые должны быть расселены, то есть у нас и ветхие есть, и аварийные есть. Износ данных строений составляет более 70%, поэтому они были рекомендованы и вошли в программу сноса и расселения. Всего в рамках проектов планируется расселить 18 домов. На месте снесенного ветхого фонда должны появиться новостройки, 5 14-этажных зданий на набережной и 3 17-этажки на заводской. Ветхий фонд расселять необходимо, мы этого ждем очень давно и очень просто ждем, потому что дом сыпется прямо на глазах. Также компания «Застройщик» берет на себя обязательства по строительству дополнительного корпуса на 140 мест к детскому саду номер 42 «Солнышко» и пристройки к школе имени Марченко на 550 мест. Обещает провести реконструкцию культурно-спортивного комплекса «Городище», который представляет собой сейчас весьма печальное зрелище. Кроме того, планируют позаботиться и об инженерных сетях, реконструировать существующие очистные сооружения и котельную, построить систему очистки ливневой канализации и новый водозаборный узел. Однако на публичных служениях жители отметили, что всерьез обеспокоены развитием дорожно-транспортной инфраструктуры. Уже сейчас выехать с Монинского шоссе на Щелковское весьма затруднительно. Полтора часа забираемся до Чкаловской. Как это предусмотрено? По словам заместителя руководителя администрации Щелковского района, отчасти данную проблему планируют решить путем реконструкции объездной дороги, выходящей на Щелковское шоссе рядом с поселком Биокомбината. Сейчас, на сегодняшний момент, мы планируем разработать проект, дабы расширить эту дорогу, чтобы у жителей городского поселения Щелкова была еще одна дополнительная возможность выезда из этого поселения. Также обсудили возможность организации дополнительных проездов внутри поселка, проблемы благоустройства и высокой этажности новостроек. Все замечания жителей были включены в протокол публичных слушаний. Постановление по мероприятию будет опубликовано в муниципальных СМИ. Александр Гранич, Сергей Максимов, селерадиокомпания, Щелково.